Когда мы говорим о том, что такое грех, ну как таковой, да, мы понимаем, что понятно, что есть то, когда мы чувствуем, что мы идем против себя. То есть есть, скажем так, внутреннее понимание истины, и мы нарушаем это. Отсюда мы понимаем, что у нас есть разные представления о грехе, поэтому веды, они говорят очень четко о том, что такое грех. Причем он может проявляться по-разному, действие, бездействие, например, да, там, не помог человеку, это бездействие, но это тоже грех. Поэтому веды, они объясняют, в целом они говорят так, грех это то, что отделяет человека от божественного, называется пап на санскрите. Что такое пап? Пап – это грех. И он состоит из разных стадий, как, например, у него есть семена, да, вот разные стадии, как семя, зародилось семя греха в уме, да, там. А потом это семя что сделало? Оно проросло в действии. Понятно, да, поэтому существует там грех на образе мысли, и, соответственно, если мы уже мыслим, сознание наше несовершенное, то к чему это происходит? Уже когда наше сознание осквернено, это происходит на несовершенном действии. Так вот, смотрите, Бхагава там говорит потрясающую вещь. Он говорит, нама санкиртана ясья, сарва папа пронашина. Он говорит, что санкиртана или прославлением Бога. Но в данном случае высшая форма прославления Бога является Харикришна Маха мантра, в соответствии с этой югой, с этим временем. В другой югой по-другому. Сарва папа пронашина. То есть прославлением Бога мы достигаем самого совершенного освобождения от греха. И вот такой еще интересный момент. Если мы поймем, что даже самые позитивные вещи, такие как измы, а какие измы существуют? Оптимизм, какие еще измы? Коммунизм, иудаизм. Какие еще измы? Социализм и так далее. Если все эти измы, они в конечном итоге отделяют нас от санкиртаны, от идеи прославления Бога, чем они являются? Грехом. Понимаете, да? То есть, смотрите, ответ на ваш вопрос. Не только, когда мы идем против собственной воли, а когда мы даже глубоко удовлетворены и считаем, что то, что мы делаем суперправильно, может быть грехом. Понятно, да? То есть, почему это? Это наша гордыня. Это то, что не позволяет нам видеть связь с божественным. Вот смотрите, ответ на ваш вопрос такой. До тех пор, пока мы не осознаем свою связь с божественным, мы вынуждены будем существовать в различных измах. И эти измы, даже самые позитивные, в конечном итоге будут формами чего? В форме греха. Я рассказывал, когда был в Японии, в Киото, в одном из ведических храмов старинных, там стоит тысяча бодхисаттв. Вот прямо храм, тысяча божеств. Ни одно на другое не похоже. И знаете, что сказано? Это тысячи бодхисаттв, которые по первой команде готовы прийти в материальный мир и спасти все живые существа. Вот смотрите, тот мир, он готов в любой момент не зайти, прийти к нам на помощь. И в принципе, от нас не требуется ни задачи, ни измы, ни строительства коммунизма, ни экологическая революция, ничего. Почему? Мы находимся с вами в этом мире не потому, что мы отвечаем друг за другом. И карма-то, это что такое карма? Это частный интерес. Представляете, у нас, как у раковых клеток, появилась идея того, что мы можем построить реальность вокруг себя. Что такое рак? Клетка, которая строит реальность вокруг себя. И она на общую реальность полностью забивает. То есть эксплуатация высших форм. Поэтому мы говорим с вами о мире, в котором существует только эксплуатация. Поэтому альтернатива этому миру, в котором мы с вами живем, только одна – это стать трансцендентной личностью. Поэтому ответ на ваш вопрос состоит в том, что пока мы не освободимся от нашего материального сознания, мы будем вынуждены быть преступниками. Поймите, что основная фишка состоит в том, что если бы мы сами могли себя очистить, и если бы мы сами стали, ну как бы могли быть совершенными, мы бы давно уже ими были. Мы же с вами миллионы жизней рождаемся. То есть если бы я сам мог из себя сделать трансцендентную личность, уверяю вас, я бы это сделал, но проблема в том, что у меня не получается. Не только там у вас, еще у кого-то. Основная идея состоит в том, что у нас нет преданности. Только преданность, она обеспечивает вот эту вещь, трансформацию, понимаете, да? То есть мы предаемся Кришне, мы должны предаться высшему миру, а мы этого не можем сделать. Понятно, да? Почему? У нас есть тысячи оправданий, чтобы не предаться. Вы понимаете, основная наша идея в том, что это предание. А предание – это определенный шаг. Кришна говорит как? Если ты один раз мне сказал, я твой, я принимаю тебя навсегда. Продолжение следует...